Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале свежих новостей по танкам. Если вы хотите быть в курсе всего, что в игре происходит, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, выбирайте все уведомления с канала. Ну а самое главное, буду благодарен, если прожмете на лайкос под данным видео, потому что в этом видео я покажу вам те танки, которые ждут нас уже в ближайшее время на хэллоуинских праздниках. Ну а пока, пользуясь случаем, хотелось бы высказать слова благодарности Fashion Family. Это модельная школа, которая находится в городе Лодзь, в Польше, за то, насколько сильно они поддерживают развитие моей мечты и за то, насколько крепко поддерживают меня не только финансово, но и морально. Данная модельная школа занимается подготовкой молодых моделей в возрасте от 4 до 26 лет и что может обеспечить для вас Fashion Family. Индивидуальные подходы к каждой модели, актуальные программы обучения и, конечно же, практика. Для поддержания практики Fashion Family постоянно устраивает либо отдельные показы, либо выставляет своих моделей на постоянных основах, на всякого рода популярных подиумах. Ну а самое главное, Fashion Family гарантирует поддержку каждой модели в старте их карьерного роста. Если вы хотите узнать больше о Fashion Family, переходите, пожалуйста, по ссылочке на их инстаграм-страницу, которая находится в описании данного видео. Ну а от меня лично, еще раз, друзья, спасибо большое за ту просто неимоверную поддержку, которую вы оказываете каналу в его развитии. Мира вам и обязательно спокойствия, ну а самое главное, развитие вашего начинания и развитие вашей модельной школы. Теперь же возвращаемся к нашим танкам. Итак, всего будет два танка и, как обычно, на Хэллоуин будет борьба добра со злом. На седьмом уровне расположится Абрамс, это будет тяжелый танк с геймплеем, похожим в чем-то на ИСов и броней, которая, скорее всего, будет напоминать броню тяжелых танков Китая. Не могу сказать, что этот танк мне не понравился своим внешним видом, но уверен в том, что играться на седьмом уровне он будет очень даже круто. А вот в отношении второго танчика, который будет отвечать у нас за противоположную сторону добра, это Пожиратель. И Пожиратель Душ представляет собой ПТ-ху восьмого уровня, которая чем-то похожа на Ягу, по размерам, скорее всего, будет больше, нежели Маус. Имеет довольно неплохую броню с передней части. Понятное дело, что по бортам будет пробиваться довольно неплохо, но с учетом формы верхней части корпуса данной машины, можно смело предположить, что от всякого рода неровности отыгрываться будет просто божественно. Так или иначе, для получения данных автомобилей необходимо будет зарабатывать игровую валюту. И что-то мне подсказывает, что без доната здесь не обойдется. Мне лично Пожиратель Душ понравился просто до безумия, и я очень сильно надеюсь, что у меня хватит сил заиметь себе данную машину. Ну согласитесь, внешний вид просто умопомрачительный. Ждем праздников в отношении технических характеристик по вышеуказанным машинам. Точной информации на данный момент нет, и поверьте мне, как только данные тачки появятся в игре, вы сразу сможете посмотреть абсолютно честные обзоры у меня на канале. Для того, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на этот канал и прожимайте на колокольчик. Стараюсь специально для вас, искренне желаю вам мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.